Привет, друзья, с вами Инна. В этом видео мы будем с вами говорить о том, как тяжело и дорого переживает зиму в Калифорнии. Будет интересно. Поехали! В общем-то, в этом году мы здесь все оглянуться не успели, как зима на глаз пришел. Дело в том, что в Калифорнии зима настала буквально за одну ночь, я не шучу. Вот в прошлом видео, где мы с вами обсуждали пожары в Калифорнии, я называла одну из причин аномально жаркое лето, аномально длительное лето. Мы с вами гуляли по улице, я жарилась. То есть еще 3-4 недели назад у нас было 35 градусов, и буквально за одну ночь у нас стало 15 градусов. То есть мы понимаем, что 15 градусов — это не такая уж и низкая температура. Вот сейчас в Севастополе у нас там градусов 9, и это воспринимается как должно. Это нормальная температура для этого времени года. Но из-за того, что перепад был такой резкий, как бы тело к этому не адаптировано, и было очень тяжело. Здесь холоднее, чем на самом деле кажется по градуснику. И проблем добавляет сама конструкция домов. Вот, кстати, кто-то из вас, дорогие мои подписчики, когда я рассказывала про пожары, говорили, что ну как так можно, если у вас постоянно горят эти дома, сгорают дотла, потому что они из говна и палок, почему вы не начинаете строить кирпичные добротные дома? Я не стала уже писать тираду объяснения в комментарии, решила так сразу же сказать, что дома кирпичные здесь не строят, потому что здесь сейсмоопасная зона. Просто на случай землетрясения эти кирпичи под собой всех похоронят, а деревянный дом, он гибкий, он просто шатается. И даже если он повалится, он как бы больших проблем не принесёт, потому что он лёгкий, он дешёвый, и его дёшево отстроить. После пожара или после землетрясения вот эти вот деревянные дешёвые дома очень быстро, легко, заново отстроить, чем вот какие-то кирпичные, добротные, полноценные дома. Вот по этой причине здесь строятся такие дома. И эти дома не держат тепло вообще. То есть если, допустим, вы взялись строить себе дом самостоятельно, вы, конечно же, сделаете там хорошую теплоизоляцию, положите какие-то тёплые полы и так далее. Но большинство домов здесь очень старые. Здесь достаточно мало современных новостроев, потому что это очень дорого, слишком дорогая земля, чтобы строить что-то новое. Поэтому большинство домов, конечно, старые. И в старых домах ничего не предусмотрено. То есть вот такие вот стены, понятное дело, нет никаких фундаментов. Это говорит о том, что пол будет всегда ледяной, если мы говорим про дом, который стоит на земле. Стены вот такие вот. К этому, пожалуйста, добавьте ещё окна. Значит, особенность американских домов закончится в том, что здесь, как правило, очень много окон, и они очень большие. Там чуть ли не на всю стену, и их много. И там, как правило, в кухнях какие-то, если это дом частный, ещё и стеклянные, там, двери всякие стоят на улице, всякие купе. И эти стёкла, они не как вот у нас говорят стеклопакеты, и вот наши пластиковые, там, двойные, утеплённые вот эти вот окна. Здесь таких нет. Они начали появляться относительно недавно. Вот этот вот евроремонт, который все у нас стараются себе в квартире сделать, здесь о таком не слыхали. Здесь окна самые простые. Они или деревянные, или они металлические. Металлические. Представляете, что может изолировать металл, или что может там особо изолировать старое деревянное окно, которое имеет единичный стеклянный слой. То есть это очень базовое как бы окно, поэтому оно пропускает всё, оно очень сильно охлаждается, такое окно, и из-за такого окна очень сильные теплопотери. Например, вот здесь вот в этом доме, где я живу, когда на улице сильный ветер, я прям вижу, как вот жалюзи вот так вот качаются. Это значит, что сквозняк ходит полным ходом через мои металлические стёкла. И так мы с вами говорим о том, что нет фундамента, очень тонкие стены, очень много стекла в доме. Вот. И сама система отопления. Давайте разберём саму систему отопления, которая является самой большой проблемой. Значит, здесь нет парового отопления, потому что считается, что в Калифорнии очень мягкий климат, здесь нет кондиционеров, как я вам говорила в предыдущем видео, в большинстве домов, то есть в новых есть, но это вообще очень редко встречается достаточно. В большинстве домов нет кондиционеров, потому что как бы лето приятное, на уличке тепло, кондиционер не нужен, хотя летом мы умираем от жары. И зимой как бы отопление тоже сильного не нужно, потому что зима не холодная, минусов нет. Но по факту очень и очень холодно. А почему? Потому что этот дом, вообще эти вот американские дома, из-за того, что они не держат в себе температуру, температура буквально какая на улице, такая внутри, разницей примерно там 2 градуса, я вам скажу. Это реально так. То есть вот на улице будет падать температура, и в доме будет точно так же падать температура, будет 0 на улице, и дома будет 2 градуса. И температура будет повышаться, и в доме будет точно так же повышаться. Такая ситуация. И система отопления бывает двух типов. Бывает электрическая, бывает газовая. Вот я вам начала говорить про паровое отопление. Я в свое время, когда искала квартиры, подбирала, смотрела кучу фотографий разных квартир. В некоторых очень-очень старых квартирах были батареи, но они не выглядели так, как мы себе представляем батареи, что, допустим, где-то под окном стоит батарея, там обогревает комнату. Батарея выглядит так, что это вот такая вот секция батареи, и она стоит где-то, в каждой комнатке стоит по одной вот такой вот батареи. И это как бы все. То есть я в такой квартире не жила, я не знаю, насколько эффективны такие батареи на такие площади. Поэтому, ну, то есть я про батареи сказать ничего не могу, и буквально это в трех квартирах там из двух сот будет батарей стоять здесь, в Калифорнии. Вот в основном это электрическое или газовое. Газовое отопление здесь называется forced air. Сейчас вы помните, почему. Значит, про электрические рассказать проще. Электрическое отопление – это когда у вас есть такой электрический нагреватель, он буквально вот такой вот высоты, он очень длинный, там есть эта большая комната, он может быть короче, если это маленькая комната. И такая вот штучка стоит, допустим, под окном или вдоль какой-то стены в каждой комнате. И у вас есть центральный термостат дома, и у вас есть термостат отдельный в каждой комнате бывает такое. То есть вот эта вот батарея в каждой комнате, она независима от других батарей. То есть вы можете таким образом экономить электроэнергию, если вы целый день сидите, допустим, работаете в одной комнате, вы просто включили там себе отопление, в других выключили. Или там вы включили на ночь в спальне, там по термостату, по таймеру, она там нагрелась и выключила. То есть это реально удобнее. Ну это, по ощущениям, это классический электрообогреватель, как возможно у вас тоже такое есть, вы знаете, как это работает. Вот, с этим все понятно. Вот газовые обогреватели — это вообще. То есть сами газовые обогреватели имеют разную структуру, выглядят по-разному. Например, вообще это как бы такой котел. Вот знаете, у некоторых наших квартирах были вот газовые колонки, которые нагревали воду. Вот газовое отопление выглядит примерно так же. То есть вот такая дурень, в которой тоже есть фитилёк, который постоянно горит, да, у вас тоже есть дома термостат, и по-вашему через ваш дом, через все коммуникации проведены трубы, и они имеют выход в разных комнатах. И когда вы включаете обогреватель газовый, просто горит газ, и этот горячий воздух идёт по этим трубам и задувает ваши комнаты по отдельности. Задувает он как? То есть в некоторых квартирах, домах просто есть в полу такая вот отверстие с решёткой, и оттуда из пола вам дует горячий воздух. Это отверстие можно открыть-закрыть. А в некоторых квартирах эти такие же отверстия в стенах, внизу вдоль стены, наверху вдоль стены, у некоторых в потолке может быть, то есть дуют сверху вниз. То есть в зависимости от того, сколько там этажей в здании, как там всё продумали, где идут трубы, в разных местах есть вот эти вот отверстия, где этот самый forced air, тёплый горячий воздух, нагретый газом, идёт. Значит, в чём большие минусы такого отопления? Во-первых, это шумно. То есть дует ветер, прям дует. Он когда включается, это как в самолёте, он начинает прям дуть, дуть громко. Второе. Весь горячий воздух в итоге скапливается у потолка. То есть под потолком тепло, а ноги ледяные, и внизу там находиться всё равно холодно, потому что этот горячий воздух, он просто идёт вот так вот вверх, молниеносно, и всё, вы его очень плохо чувствуете. Третье. В вашем помещении будет тепло только до тех пор, пока непосредственно дует этот воздух. Как только он там по термостату добирает до температуры, которую вы задали, этот обогреватель отключается, прекращается поток горячего воздуха, и через 10 минут у вас как было в комнате холодно, так и опять упала температура до прошлого значения. Я обращала внимание, что если мы хотим дома поддерживать температуру хотя бы 20 градусов, хотя бы 20 градусов, то мы себе нагораем счёт за газ на 200-300 долларов, что очень много, но это реально невыгодно. Это как будто бы моя дополнительная плата к аренде квартиры, которая мне вообще никак не сдалась в 200 долларов в месяц. Это реально неудобно. Дело до того, что у нас дома средняя температура, сейчас эти фаренгейты в голове, господи, ну, 18-17-18 градусов, то есть мы просто дома тепло одеваемся, вот, стараешься двигаться, потому что как только сидишь, ты моментально просто замерзаешь, поэтому покупаешь дополнительные маленькие обогреватели, ставишь, допустим, его в комнату. Очень сильно вообще жизнь заиграла новыми красками, когда я купила простынь с подогревом, который ты просто надеваешь на кровать, да, включил её перед тем, как идти спать, она прогрела всю кровать, ложишься в тёплую горячую кровать, это шикарно, когда ложишься в ледяную кровать, это просто убийственно, нужно завестись пижамами, чтобы утром вставать было легче в холодную квартиру, хотя утром у нас дом не холодный, потому что термостат настроен, ну, мы его настроили так, что он по таймеру включается утром раненько, когда мы ещё не проснулись, он включает, прогревает весь дом, который максимально остывает ночью, дом остывает вот как на улице температура, вот, у нас там стоит какая-то там минимальное значение, и прямо уже, когда будет совсем зима, будет обогреватель включаться ещё и ночью, чтобы поддерживать вообще там, чтобы где-то там, по-моему, если 15 градусов, меньше 15 опустится, он, по-моему, начнёт уже как-то дом прогревать ночью, вот, а так вот утром он его прогревает, нагревает весь дом, он работает достаточно долго, к моменту, когда мы встаём уже более-менее тепло, вот он выключается, и включаем мы его уже только опять на следующее утро, но вот в эти дни, когда я рассказывала, когда зима настала очень резко, незаметно, мы включали обогреватель, как бы целый день он включался, выключался, потому что было просто адски холодно, в общем, вот такая вот история, и из-за того, что он шумный, понятное дело, включается там в 7 или в 6 утра обогреватель, и ты тоже включаешься, потому что, ну, хочешь не хочешь, потому что тебя это разбудит, и это при том, что обогреватель в этой квартире ещё достаточно тихий, он шумит, когда вот он включается и начинает гнать воздух, то есть у тебя шум воздуха, а в нашей первой квартире в Сан-Франциско, в Сиэтл, кстати, мы жили с вот этими вот электрическими обогревателями, это было гораздо удобнее, вот, а когда мы жили в Сан-Франциско, там тоже было газовое отопление, но это было, это были особенности сан-францисских квартир, значит, в большинстве маленьких каких-то домов, квартир в Сан-Франциско, стоит вот это газовое отопление, и, значит, оно работает немножко не так, как вот в этом доме, как я сейчас рассказываю, оно бывает центральное, а бывает локальное, значит, у нас было локальное, что это значит, что стоит такая вот, вот эта вот колонка, как я говорю, стоит у вас в одной там комнате или двух комнатах, если очень повезло, у нас было, она вообще в коридоре, то есть вот эта вот колонка, и только из неё дует горячий воздух, то есть вот этих вот труб и отверстий по дому нет, просто стоит вот эта вот штучка, и она, ты её включаешь, вот это там, поднимаешь термостат, и она начинает дуть горячий воздух, так вот в нашей той квартире эта колонка была в коридоре, была такая самая обычная квартира, и вот прихожая, и вот в прихожей вот эта штука, она обогревала прихожую, не до спальни, не до кухни, не до там вот зала, как у нас говорят, горячий воздух от неё не доходил просто, она не могла дуть настолько сильно, и, значит, у этой колонки отверстие сверху, и вот она сверху, воздух горячий тоже поднимается вверх, и вот она сверху дует, что-то там, отапливает потолок в прихожей, вот такое у нас было отопление в Сан-Франциско, и в Сан-Франциско было тоже все там два или три года, сколько мы там в этой квартире два года прожили, было адски холодно, большинство месяцев в году было очень сильно холодно. Вот такое вот шикарное отопление у нас было в той квартире, такое шикарное отопление здесь, причём здесь это отопление является нормой. Если вы будете себе искать, подбирать квартиры не самые там максимально дорогие, то есть в районе от двух с половиной до там трёх, пятиста, до трёх с половиной тысяч долларов в месяц, вот это вот пространство в квартирах, такая цена, у вас будет в двух из двадцати квартирах электрическое отопление, во всех остальных будет вот такое вот газовое. И хорошо, если такое, как здесь, а может быть такое, как у нас было в квартире, соответственно, в Сан-Франциско, вот это вот, которое называется «Ни туда, ни сюда». Какой я хочу сделать вывод из этого? То, что вот этот вот калифорнийский прекрасный мягкий климат, ты к этому прекрасному мягкому климату просто адаптируешься. И когда происходят пики очень высокой температуры, там, в 38 летом, это очень тяжело, очень тяжело даётся. И потом вот эти вот падает температура зимой, это тоже очень тяжело даётся. А зима, вообще-то, ну, как бы, она длится не один месяц. Несколько месяцев ты просто вот так вот постоянно в замёрзшем состоянии. Но это очень сильно надоедает, это начинает бесить. Ты понимаешь, что, а ведь когда-то мы так жили, что у тебя дома зимой настолько тепло, что ты ходишь в футболке, да, и тебе комфортно, и тебе тепло, уютно. На улице холодно, дома тепло, и так приятно. А здесь, как на улице, так и дома. Значит, когда дело доходит до выбора штата для жизни, я помню, мы обсуждали, с моими подружками, жизнь, она из Кос, то есть побережье, которое противоположное, где находится Нью-Йорк, Бостон, там и так далее. Вот жизнь в тех городах. И люди говорят, ой, да ну к чёрту, там вот эта вот холодина, зимой надо машину свою от снега откопать, прежде чем куда-то ехать, да, это нифига неудобно. Но с другой стороны, никто из нас не отрицает того, что да, там холодно, там полноценная зима, там выпадает снег, но там дома сделаны с учётом климата, то есть дома утеплённые и сделаны, как положено, из хороших материалов. У тебя всё на это рассчитано, у тебя идёт смена сезонности, твой организм к этому привыкает, адаптируется, и тебе норм. Просто в таких условиях, и там, кстати, тоже паровое отопление. Когда мы были в Нью-Йорке, это уже получается в том году, вот здесь вот, если ты это не видел, ссылка на видео прекрасное из Нью-Йорка. Там в отеле было вот паровое отопление, стоят батареи, и я вам скажу, что ощущение тепла от батареи, прогретого просто тёплого воздуха, никогда не сравнится от тепла от электрических приборов, или тем более вот этого тепла от горячего газового воздуха, потому что ты просто... Нос высыхает до крови, вот у меня нос пересыхает до крови, когда вот работает вот это вот отопление. Это вообще не круто. Вот. И я думаю, многие из нас знают это чувство, когда на улице холодно, прям такой вот минус, и ты такой шёл, весь раскраснелся, темнеет рано, ты прибежал домой, а дома тепло, прям дверь открываешь, а таким теплом бьёт, и мама что-то готовит, и в доме пахнет едой, и так уютно, тепло, и приятно, можно прийти, раздеться, снять с себя там эту шубу, сапоги, и испытывать домашний уют. Здесь такого ощущения добиться очень будет сложно. А там такое ощущение, я думаю, вполне есть. То есть там вся загвоздка в том, чтобы лишь бы были деньги на то, чтобы купить хорошую, качественную, тёплую, сухую одежду, да, купить себе хорошие сапоги, купить себе хорошую верхнюю одежду, купить себе хорошие там трусы с начёстом, шапку, шарф, перчатки, оделся, закутался, пошёл. Всё, и я не вижу в этом никакой проблемы. Пришёл домой, разделся, и у тебя дома тепло, потому что у тебя дом нормально построен, у него есть нормальное отопление. В общем-то, вот такие вот жалобы у меня на калифорнийскую зиму, на калифорнийские условия проживания. И если вам понравилось это видео, я вам сейчас пооставляю ссылки на прошлые видео обзора в Калифорнии. У меня есть ещё видео с минусами Калифорнии, что помимо отопления и качества домов меня не устраивает в Калифорнии. Вот в этом видео я ещё оставлю ссылки. Напишите, пожалуйста, как у вас всё происходит. Если меня смотрят люди, которые живут в Америке, в каких-то других штатах, пожалуйста, напишите, как с этим обстоит у вас ситуация, как у вас это работает. Так же, как в Калифорнии, по-другому как-то расскажите. Очень интересно узнать на самом деле. И те, кто меня смотрит из более северных широт, те, у кого есть зима, расскажите, как вы отапливаетесь летом, как вы переживаете зиму, как вы отапливаетесь зимой, как вы переживаете зиму и переживаете жару летом. Реально очень интересно узнать. Может быть, все мои страдания просто надуманы и кому-то ещё хуже, чем мне зимой в Калифорнии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами давненько не виделись, так что я очень рада сегодня записывать это видео для вас. Я вам желаю хорошей, приятной, безопасной, здоровой, уютной зимы в кругу ваших близких родителей, друзей. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока что пока.